Хорошие дороги нужны не только автомобилям, но и снегоходам. В Широгеше готовится к запуску первая большая снегоходная трасса, которая будет интересна не только профессиональным райдерам, но и любителям. Трасса соответствует всем нормативам, она широкая, разнообразная и даже со специальными дорожными знаками. О том, чем эта дорога интересна туристам, туроператорам и региону, в репортаже Виталия Аскаредина. Вы хотите на турбазу Медвежонок проехать? У нас открылась новая снегоходная трасса, соединяющая турбазу Медвежонок и сектор Е. Вот можно прям от сектора Е до турбазы Медвежонок проехать вот таким вот способом. Особенно удобно для семей. Поселились на базе в Медвежонке утром, позавтракали, взяли в прокат снегоходы и уже через 20 минут с ветерком на горе в секторе Е. Тут и подъемники, и парковка для снегоходов, и большое кафе. Идеальный семейный отдых, при том очень разнообразный. Здесь уже появилась специализированная стоянка для машин с прицепами. Собираются строить гаражный комплекс. Первые снегоходчики накануне опробовали новый маршрут. Почти 10 километров по живописным местам Шории. Недавно на нем появилась навигация. Установили специальные дорожные знаки. Вот сегодня удалось прокатиться по новой трассе, организованной специально для снегоходчиков. Как мы видим, установлены новые знаки движения, которые информируют. Хочу сообщить, что в Шерегеше это первая снегоходная трасса, которая открылась для снегоходчиков, доступна не только для опытных райдеров, но и для начинающих. Снегоходное движение России, оно набирает, скажем так, обороты. С каждым годом появляются новые райдеры, покупают новые снегоходы. И думаю, что та трасса, которая сегодня впервые открывается, она привлечет дополнительное внимание для туристов. Трасса очень перспективная, как и все направления снегоходного туризма для Шории и Кузбасса. На гору Зеленую уже приезжает миллион туристов в год. Снегоходные маршруты дадут новый импульс и привлекут тех, кто помимо горных лыж любит прокатиться на моторе с ветерком по тайге. И это лишь первая ласточка. Правда, нужно еще поработать и инвестором, и законодателем, чтобы у нас, как в Канаде, это стало массовым видом отдыха. Перспектива у горной Шории очень высокая. И я думаю, что горная Шория послужит, скажем, той стартовой площадкой, которая даст высокую привлекательность снегоходного туризма в Кузбассе. У Шории есть для этого все. И огромное количество старых дорог, которые можно приспособить под снегоходные трассы. Ну и, вот скажем, развитие снегоходных трасс или увеличение их протяженности, оно как раз повлияет определенным образом на то, что люди смогут более свободно пользоваться. То есть не профессионально использовать снегоход, а уровень подготовки может быть любой. А это значит и прокат снегоходов, и новые туристические маршруты. Ведь это то белое золото, которое лежит больше полугода под ногами, и которое может приносить не только кучу эмоций, но и вполне реальный доход. Особенно для отдаленных сел горной Шории, где с рабочими местами традиционно была напряженка. При этом строительство снегоходных дорог – это ведь еще и в первую очередь безопасный отдых, не экстремальный. Лыжники, сноубордисты и снегоходчики смогут наслаждаться отдыхом, не пересекаясь. При этом имея общий логистический центр. Раньше были случаи такие, что и снегоходы сбивали, и сами даже туристы, которые малоопытные, налетают на снегоход, даже если он стоит. Обезопасить полностью трассы снегоходные, как сектора Е, так и сектора А, полностью курорта отдыха. Так же, как и на склонах горнолыжных, на трассах в тайге идет подготовка ратракам. На такой дороге легко разъезжаются две колонны снегоходчиков, а плотный нас снижает шансы до минимума увязнуть на снегоходе в снегу. Больше трудные пути выбирать не нужно. Все на снегоходы и на сектор Е, навстречу приключениям и незабываемым эмоциям. У Шерегеша есть все шансы стать не только лучшим горнолыжным курортом страны, но и лучшим снегоходным. Субтитры создавал DimaTorzok